Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Здравствуйте. Мы в прямом эфире. Приветствую всех наших зрителей канала Национальный курс. Мы в Государственной Думе, где вот там Вячеслав Викторович Володин, который вчера, позавчера точнее, наехал на средства массовой информации так сильно. Вообще, конечно, меня эта история удивляет, потому что нас же считают, что это власть управляет СМИ. А тут Володин в открытую говорит, что, знаете, СМИ вообще не шевелятся. Они показывают Грету Тунберг и праймеры в США, вместо того, чтобы рассказывать об отправках. Удивительная история. Володин Бракавиржус не сказал, но да, так и есть. Но мы, собственно говоря, всегда это предупреждали. Вот в чем как бы сила НОДУ? У НОДУ есть проработанная за 8 лет активистами четкое понимание процесса, если хотите, его теория. Поэтому мы отлично знали заранее, что СМИ будут саботировать. Мы отлично знали заранее, что регионы будут полусаботировать. Мы отлично знали заранее, что саботаж будет носить форму внутреннего конфликта, как иногда говорят даже кремлевских башен. Но это такая форма. Там те же средства массовой информации. Кто, грубо говоря, влияет на средства массовой информации в России? Естественно, их владельцы зарубежные, а не так или иначе все зарубежные. Иностранная юрисдикция, медийные программы, рекламщики, которые формируются через систему нью-йоркских измерений рекламы и так далее. То есть это институционально средство массовой информации является иностранным объектом. Да, у государства часть акций, допустим, ВГТРК Первого канала принадлежит. Но эти акции не дают права государственным чиновникам влиять на политику СМИ. Потому что прямо в конституции записано, принятой народом в 1993 году, что СМИ независимы, цензура запрещена, влияние на СМИ государства запрещено. Так что то, что там государство финансирует на 160 миллиардов приблизительно средства массовой информации, и то, что владелец вообще никак не влияет на политику средств массовой информации. Вот от слова совсем. Потому что это запрещенная технология влияния. Кроме того, как вы представляете себе влияние? Вот Росимущество имеет там акции Первого канала. Что чиновники с Росимущества, которые в 20 советов директоров разных акционерных обществ будут вырабатывать редакционную политику? Да они вообще не об этом. Они в лучшем случае финансисты и юристы. В лучшем случае. И они просто отвечают за доход, за прибыль, за финансовые показатели. Редакционная политика, во-первых, запрещено иметь, во-вторых, в принципе, они даже не специалисты в этом деле. Поэтому СМИ работает сверху. Да, есть как бы координаторы. За координацию со СМИ отвечает порядка 10 субъектов Российской Федерации. От российских владельцев СМИ, там те когульчики говорят о них, да, до сотрудников администрации. Но Громов там есть тоже администрация. Вот их десяток. Но они не имеют права предложить СМИ никакую редакционную политику. Потому что это будет прямое нарушение закона. Тюрьма. Вот понимаете, это же не один совет дать втихаря. Это же систему создать. А система, они обязательно будут утечка. А утечка, это тюремный срок. Потому что, оказывается, государство создало систему цензуры и влияния на политику СМИ. Это прямой запрет Конституции на эти вещи. Поэтому, если мы говорим о государстве Соединенных Штатов Америки, однополярном мире, то в этом государстве Соединенных Штатов Америки, однополярном мире, средства массовой информации занимают центральное подчинение. Так же, как и валютная политика, правовая политика. То есть, грубо говоря, это Вашингтонский федеральный центр. Вот так вот сказали. А регионы, типа России, влиять на эту политику не имеют права. Ну, хорошо. Я думаю, СМИ мы еще не раз обсудим. Вот я знаю, у Татьяны Николаевны был вопрос. Собственно говоря, задача второго этапа конституционной реформы и навести порядок, в том числе в средствах массовой информации. Первый этап, ну, это незаконно было бы. Что там у нас еще? По опросу граждан. Сейчас около всех метров, Евгений Алексеевич, ну, не всех, не всех, в центре мы наблюдали несколько точек, стоят кубы, такие серьезно организованные кубы. Нам не разрешали никаких кубов, хочу подчеркнуть. Фонда развития местного самооправления, опрос граждан. И якобы по поправкам, ну, по сути, да, по поправкам идет опрос граждан. Что там происходит с этим опросом? Очень интересная информация. Против каждого вопроса стоит квадратик, где человек заполняет птичку и по итогам опроса, значит, суммируется, сколько людей, за что проголосовало. Он не так, как наш, и он не именной, ничего тут такого нет. Просто мужчина, женщина, возраст, аналитика. Ну, как бы опрос, да, социологический. Против какого вопроса, как вы думаете, нету квадратика, где можно поставить птичку? Естественно, против главного вопроса. То есть вопрос, который Владимир Владимирович обозначил как первое. Как первое. Вести приоритет Конституции Российской Федерации над международными договорами. Все остальные, пожалуйста, они, можно поставить квадратик. Это вот, к слову, как могут манипулировать данными по общественному... Естественно, в отчетах, конечно, не будет тех, кто поднял. Кто создает опрос, тот и... Давайте мы напишем бумагу, потому что если такого рода разрешения выданы, то это, скорее всего, пропаганда, причем направлена против конституционной реформы. Мы думали, что это надо написать в ЦИК запрос. Нет, ЦИК на это не влияет. А они могли ЦИК дать разрешение на вот это? Нет, ЦИК не дает разрешение. У нас вообще на сегодняшний день выбор это или опрос не объявленный... Голосование, вернее, это не опрос. Голосование не объявлено. Это просто социологи. Ну, то есть, какая это социологическая фирма? Кому можно претензию на эту тему? Я думаю, московским властям, которые тем самым прикрывают агитацию против этих поправок президента. Конечно. Это чистая политика. То есть, это Собянину надо отписать? Да, напишем. Мы разрешили депутатский запрос. Согласовывали ли с вами лист опроса, а они обязаны согласовывать с властями по какому... Нет, они лист опроса не согласовывают, но они получают у властей разрешение на вот эти кубы. Но тут даже они могут и без разрешения работать, если это не политическая деятельность. То есть, мы можем вполне это характеризовать по совокупности, как политическая деятельность, направленная на борьбу с референдумом и плебисцитом. И на этом основании запросить у них разрешение по закону о политической деятельности. То есть, в митингах, микетах и так далее. Куда запрос? В московскую мэрию. Мы напишем, мы напишем. Хорошо, понятно. Но, к слову, чтобы уточнить по вопросу, некоторые поправки хочу зачитать, потому что они чуть-чуть меняют формулировки. Гарантировать поддержку России права соотечественников, проживающих за рубежом, на общероссийскую идентичность. Евгений Алексеевич, что такое общероссийская идентичность? Есть такой юридический термин? Просто мы засомневались, нет ли тут подвоха? Нет, ну, общероссийская идентичность, ну, наверное, так термин этот, он не юридический. Он может быть какой-то, значит, ну, как бы, общественный термин. Ну, общественные термины могут быть разные. Вы можете говорить о идентичности северян, об идентичности в границах России, об идентичности в границах Советского Союза, об идентичности в Евразии. Ну, грубо говоря, наверное, есть. Но это, как бы, не из условий закона, это, ну, еще раз, какая-то частная лавочка. Что-то они там придумали и для чего-то... Ну, они перемешали, вот, как бы, например, вести, первый у них вопрос, вести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для председателя правительства, министров и глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей. Мы знаем эту поправку. Здесь все правильно. Какой у них номер один? Это один у них идет. О, видите? То есть, вот спрашивается, вот люди пишут, они же потом наверняка скажут, что, типа, мы тут за референдумом, и к Собянину нашли, типа, мы готовим людей, да? То есть, Путин говорит, первый вопрос, это верховенство Российской Конституции, суверенитет. Они его пишут пятым и без галочки, правильно? А где он, я извиняюсь, а где он, вот я сейчас смотрю, у меня поправки президента, который уже... А они уже были до этого приняты, в первом члене. В 79-м. А, то есть, их здесь нет. Да, это дополнительные поправки. Все, понятно. Да, нет. Значит, итак, на первом месте вопрос по запрету иностранного гражданства. Ну, президент его обозначил как второй. Как второй, да. Значит, на втором месте у них вот это гарантировать поддержку России и права соотечественников, проживающих за рубежом, на общероссийскую идентичность, без объяснения. Что имеется в виду людям. Вот мне сложно поставить здесь птичку или не птичку. Ну, я так понимаю, что вопрос такой. Ощущаете ли вы, что вы живете в стране, в которой, значит, живут такие же, как вы? Ну, как бы выехал с... Можно интерпретировать так же, что люди, которые за рубежом, такие же, как и мы. Можно, можно. Да, все, кто выехал, иначе говоря. Можно, но это не правовой же вопрос. Это, скажем, такая вот научное исследование. Тогда еще пенсия индексируется не реже раза в год на основе принципов всеобщности. А там манипуляция общественного мнения. Почему их обсуждать? Давайте... Да, вопрос только, почему им это разрешили, заниматься агитацией. Явная манипуляция. Давайте мы сделаем анализ и направим запрос. Ну, вот, собственно говоря, вот среди этих... Но, вот, важный. Россия является правоприемником СССР. Птичка или не птичка? Ну, это хорошо. Правопродолжателем? Ну, оно и правоприемник, и правопродолжатель. Это разные термины, но которые мы и те, и другие. Мы правопродолжатели и правоприемники. А какая тут юридическая тонкость? Правопродолжатель — это мы берем на себя все обязательства по СССР, включая территориальный аспект. А правоприемник — это мы берем на себя обязательства СССР без, ну, скажем так, расшифровки объема этих обязательств. То есть правопродолжатель — все обязательства, 100%. Правоприемник — может быть и не 100%, и объем правоприемственности определяется отдельными нормативными актами. Ну да, еще правоприемник — это как бы ты новая у тебя. То есть новая взамен старого. А правопродолжатель — это ты продолжаешь то, что было. Ну, формально был Советский Союз и был РСФСР. Поэтому формально РСФСР — это не Советский Союз. И поэтому правопродолжатель, как прописано в ООН, РСФСР — это РСФСР поднялась до статуса Советского Союза. То есть Российская Федерация имеет статус Советского Союза как правопродолжатель по всем параметрам, включая территориальную целостность Советского Союза. То есть ООН разрешил нам, согласовал, вернее. И это никто не возражал в то время, что мы именно правопродолжатель. То есть мы отвечаем. Мы и есть Советский Союз. И, соответственно, это создает для нас условия правовое для восстановления границ, для восстановления всех обязательств Советского Союза. Но они и так наши, но тем не менее. Вот такая... Еще последний, Денис, такой вопрос, который вызывает большие разговоры наших как раз активистов национально-освободительного движения. два последних пункта. Русский язык объявляется языком государствообразующего народа. Опять же, это не русский народ, государствообразующий народ, а русский язык объявляет. Это вот все просто есть в поправках. Лучше их обсуждать, чем опрос. Ну, добавление, вот, республики в составе России получают возможность устанавливать национальные языки как государственные, наряду с русским. Ну, у них есть такая, сейчас такие права. Соответственно, они у них есть сейчас, а никак они не получают эту новую возможность. Нет, это не дополнительная возможность. Дополнительная возможность, это действительно усиление централизации через, во-первых, введение в оборот термина государственно-образующий народ. Русский язык — это язык государственно-образующего народа. То есть, слова «русский язык», они не о русском языке, а не о государственно-образующем народе. И, ну, русский язык, это ясно, что он у нас является главным. Ну, и вот тут подчеркивают роль. То есть, это подчеркивается роль русского языка, а самое главное — появляется термин «государственно-образующий народ». Это новый термин, которого нигде не было. И этот термин правильный, это путинский термин, который Путин каким-то образом туда пока продвинул. Вот с Центральным банком у него пока не получилось. Надеюсь, с этим получится. Это хорошая вещь. Значит, в поправках он звучит так. Переходим к ним. У меня в руках оказался текст поправок, которые во втором чтении будут приниматься, да, 10 марта уже вот скоро. Значит, что касается вот этого термина. Статья 68 у нас появляется. Пункт 1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государственно образующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Вот честно говоря, так как это двоякая статья. Она двоякая, она просто сложна. Сложна, да, очень сложна. Но давайте просто ответим, какие лозунги. Ну, Владимир Владимировичу пришлось просто маскировать мысль немножечко, да. Какие-то это вызвало недовольство, там, ну что Торстана, кто-то там муфти уже возражал против и так далее. То есть, какая мысль, давайте просто возьмем мысль и спросим, она входит в этот концепт. Давайте возьмем мысль такую, простую. В России есть много народов и в России есть русский народ. И это разные понятия. То есть, многие, это есть народы, грубо говоря, этнические и народ историко-культурный. Вот, если русский народ историко-культурный народ, а, допустим, этническая его часть это славяне, там, и восточные славяне, то российский народ состоит из, сразу с рождения 140 народов, потом-то добавились, убавились, объединились. Ну, грубо говоря, больше 100 народов, включая славянский. А над ними есть еще русское понятие, русский народ, который является понятием объединяемости. То есть, на Руси живут русские, в России живут русские. То есть, вот это понятие русского народа в этом случае является параллельным понятию, допустим, дагестанский народ, славянский народ, удмуртский народ и так далее. Понимаете, да? Или то, что называется этносом. Соответственно, вот эта формулировка, которую предложил Владимир Владимирович, она позволяет исходить из этого, из двухэтажного понятия народа. То есть, народ, как народ Россия, и народ, как этнические элементы российского народа. Вот простой к вам вопрос. Позволяет? Почитайте внимательно. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, как язык государственного образующего народа. Вот если бы здесь была бы точка, у меня вопросов бы не было. Ну, а дальше что? А дальше написано входящего, то есть, русский, получается, входит в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. По логике этой, так сказать, статьи. Значит, ну, еще раз говорю, если, вот я вам задал вопрос. Если у вас есть понимание, что в России есть народ этнический и народ историко-культурно-исторический. Культурно-исторический это русский народ с русским языком. Этнический народ это разные народы, составившие российскую государственность. Я понял, есть еще. Включая славянский народ. Так выглядит, что получается, вот это после запятой, что это они как русский народ ставят, что он входит в многонациональный союз равноправных народов. Я так это понимаю, что здесь написано. Ну, раз он входит, значит, и в него входит. А я понимаю так, что в русский народ входят многонациональные народы. Вот видите, можно по-разному это понимать. Так и написано. То есть, представляете, как надо вертеться вот этим вот путинским юристам, чтобы обозначить мысль, при этом не навредить системе, не вызвать противоречия США, не дать повод сепаратизму. И то даже эта формулировка, ее прочитали только наполовину, и уже там кто-то из реформ. А если какая-то республика саботирует плебисцит, то это катастрофа. Это развал страны, чтобы это было понятно. Поэтому я думаю, что эти вопросы будут получать дальнейшее развитие при втором этапе конституционной реформы, после плебисцита. Пока Владимир Владимирович просто захотел их обозначить. Здесь, я так понимаю, от Путина вы сказали, самое главное, государственно образующий народ. Конечно, появился. Почему? Это важно. Потому что государственно образующий народ, это и есть исторический принцип русского государственного строительства. Потому что Ленин, о котором Путин многократно говорил критикой, предложил вместо народа государственно образующего Российской империи, или Российской республики на 17-й год, дать формулу народов Российской империи. То есть был народ Российской империи, а после Ленина стали народы Российской империи. И дальше федеративное устройство народов Российской империи. И после этого Ленин понятие русский приравнял к понятию славяне. И, соответственно, объединительное понятие русский стало во многих, но не у всех, но во многом таком восприятии, как идентичность понятия славянет. То есть русский-это как бы славянет. Но это же неправда. Русский это объединительное понятие. То есть русский, живущий в России, любой там, не знаю, татарин, который поедет вам за границу, все его скажут, да ты русский, потому что ты из России. Вот русский это понятие русская, общая, объединительная. И Владимир Владимирович заложил это все в одно. Я понимаю, что есть противоречия на слух. Но я вам скажу маленькую хитрость. Никому не говорите. Сейчас трансляцию только выключим. Никому не говорите. Эта хитрость не единственная. И в том числе эти поправки во многом противоречат первой и второй главе. Они стараются не противоречить, но на самом деле ясно, что это разные взгляды и разные подходы. Там вообще просто альтернатива преамбуля заложена здесь. Сейчас мы ее, да, прочту ее. Например. Да, например. Соответственно, поскольку это просто означает, что все эти противоречия будут разрешены при втором этапе конституционной реформы. Мало того, сами противоречия, их наличие, повод их разрешить вторым этапом. То есть повод объявить конституционную реформу 2 в связи с тем, что есть противоречия. Ну логично ведь. Да. А еще лучше объявить всенародное голосование 2. Вот для чего это делается. Поэтому вот эта формулировка, она пророссийская. При этом в ней остается часть советского элементики. Ленинской элементики о народах. Но в будущем, ну во-первых, это нельзя делать быстро. Это надо людей перевоспитать, в школах образования правильно дать детям. Чтобы народ привык, что есть русский народ, который входит, все народы. А есть народы России, которые прописаны, которые являются учредителями российского государства изначально. И при этом они входят в понятие русский народ. Вот логика, по которой двигается. Просто этот вопрос, он нуждается не просто в написании, а он нуждается еще в большой подготовке населения и детей. То есть, грубо говоря, к нему надо вернуться через лет 15, чтобы закончить процесс понимания, что у нас есть русский народ и народы этнические. И соответственно лет через 15 выйти на отмену федеративного устройства на базе того, что зачем федеративное устройство, если у нас один народ. Понимаете, да? И вместо федеративного устройства уже вписать традиционный русский тип государственного строительства. То есть, чтобы это было там, значит, не Молдовия, а Кишиневская губерния. Вот и все, как это и было. Вот какая логика. А пока, извините, чтобы вам пройти туда, надо развалить, убрать завалы, которые навалили тут ленинцы за 70 лет. Да. Я бы хотел еще зачитать продолжение нашего обсуждения. То есть, сейчас секунду. То есть, вот чтобы наши зрители увидели, да? То есть, вот моя формула противоречит тому, что там написано, который я сейчас обозначил. Не противоречит. То есть, самое главное, чтобы Конституция не мешала русской типу государственной политики. Эта формулировка не мешает, а предыдущая мешала. Потому что был многонациональный народ. Так вот здесь тоже есть многонациональный народ. Ну, он многонациональный, но у нас появляется зацепка, что оказывается есть государство образующий. И за счет этого мы потом постепенно будем многонациональность, которая будет развиваться, остояться, но она будет носить этаж один, низовой этаж. А высший этаж государственности русский народ. То есть, мы двигаемся в этом направлении, к историческим корням русского госстроительства. Просто это нельзя скачком сделать, одним записью. Потому что люди не готовы это воспринять. Им за 70 лет продули очень сильно мозги. Вот еще, ну, просто статья 67. Седьмая, сейчас я ее зачитаю. Ну, мы уже начали это обсуждать. Российская Федерация является правоприемником Союза СССР на своей территории. На своей территории. Ну да. А также правоприемником, правопродолжателем Союза СССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами, обязательствами и обязательствами активов Союза СССР за пределами Российской Федерации. Да. Вот тут самое интересное, что за территория, которая... Своя территория. Да, что за своя территория. Ну, если бы хотели, взяли бы и написали на территории в границах, допустим, 2020 года. Раз так не написали... Или на территории Российской Федерации, там, в границах, да. Так же не написали. А раз так не написали, значит, что слово «своя» — это термин, который может меняться. Да, что считать своей. Что сегодня мы считаем своей. Вот в 2013 году мы Крым своей территорией формально не считали. Хотя, на самом деле, это наша территория, как и Одесса. А в 2014 году стали формально считать, правильно? Да. Вот вам пример. Слово «своя», которое меняется в зависимости от каких-то событий. Каких событий? Право продолжательства и право преемства. Раз мы правопродолжатели Советского Союза, значит, слово «своя» в территориальном смысле может меняться в зависимости от вновь открывающихся обстоятельств. Какие это обстоятельства? Например, признание судом незаконного выхода из состава Советского Союза, которых мы правоприемник, в какой-то территории. Ну, например, там, Украины. Украина вышла незаконно из нашей территории. Суд решил, выяснил это обстоятельство. Вчера. И сегодня решил, что это обстоятельство отменяется. То есть, это решение отменяется. С этого момента это какая территория? Своя. Понимаете, да? Таким образом, эта формулировка уходит от формулировки, которая прописана в Конституции, которая строго определяла границы Российской Федерации как границы РСФСР. Вот для чего она и написана. Очень интересно. Что вообще это появилось? Это просто задел на восстановление территориальной целостности. Прямой секрет. Это появилось на наши 2 миллиона подписей о территориальной целостности. И в ответ на обращение Маши к Владимиру Путину. Ну, как человек, который озвучил этот вопрос. Она озвучила, что были подписи и что это решает вопрос территориальной целостности. Так что это вообще вся история с этими поправками. Еще раз говорю, вот внимательно читайте Путина. И это, вот же он четко говорит, политические объединения поставили вопрос о новой конституции с суверенитетом. И тут он напоминает и амбиции по территориальной целостности в своей речи. И вот вам, пожалуйста, мы реализуем требования. Ну, 2 миллиона человек обратились к Путину и сказали, проведите референдум. Мы же так написали же. Все, вот, пожалуйста, вот вам референдум. То есть, что происходит? Что не так? Я вообще не пойму. Дальше, вот вообще, на мой взгляд, просто противоречие тоже к институции и преамбуле. Второй, 67.67, пункт 2, который появится. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. То есть, оказывается, мы, не как в преамбуле, суверенитет получили в 1991-1993 году. А вот тут есть тысячелетняя речь, зашла об истории государства. Да, и мало того, о тысячелетней истории государства, о объединенных, слово объединенных есть? Объединенных, да. Объединенных. Вопрос, объединены ли мы тысячелетние истории, например, с таким городом, как Таллинг? Ну, конечно. С времен Ливонской войны. И Киев, Италия. И Ливионской войны. То есть, объединены. Киев тем более. И Минск тем более. То есть, грубо говоря, это все объединенные наши государственности. То есть, все статьи надо рассматривать в совокупности. Соответственно, это создает возможность для следующего шага. То есть, грубо говоря, задача сегодняшней Конституции снять препятствия для восстановления нашего Отечества. А. С Верховенством Конституции, то есть с суверенитетом. И Б. В территориальную целостность. Абсолютно такие же задачи, как Великую Отечественную войну. То есть, методы другие. Танки, самолеты. Задачи те же. Свобода и независимости Отечества. И ее территориальная целостность. Правильно? Да. Это же была задача нашей армии в Великую Отечественную войну. Восстановить территориальную целостность и решить проблему свободы и независимости Отечества. Это официальный лозунг Великой Отечественной войны. Вот это абсолютно то же самое. Только написано кореватым правовым языком в условиях борьбы, компромиссов и жесточайшего внешнего давления. О котором Путин в своей речи прямо и говорит, что когда мы будем проводить вот это первое, восстанавливать суверенитет, отжимать элигархические кланы, мы получим попытки внешнего давления. Вот вам, пожалуйста. Естественно, эти попытки внешнего давления отражаются в этих документах. Тот же снятие Центрального банка, это как раз результат внешнего давления. Следующий пункт тоже, вообще, наверное, про идеологию уже. Российская Федерация чтит память защитников Отечества. То есть, обеспечивать защиту исторической правды, умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Подождите, у нас же сказано во второй статье Конституции, что главное это права и свобода человека. А тут, значит, защитников Отечества еще какие-то появляются. И вообще слово Отечество. Вообще Отечество, да. Как-то откуда-то появилось слово Отечество. То есть, не было у нас слова Отечества, а теперь у нас вдруг оно есть. Большое продвижение. Ну, конечно. А как вы думаете? Ну, не зря кричали. И это только начало процесса. Подчеркиваю, все противоречия, а там много противоречий, вы правильно их подметили. Все противоречия, это хорошо. Вот наши враги говорят, противоречия, они есть. Это плохо. Типа противоречивые поправки, не надо голосовать. Противоречия хорошо. Потому что наша задача решить проблему суверенитета и территориальной целостности. А для этого надо несколько шагов сделать. И противоречия основания для следующих шагов. Кстати, совершенно нормальные. То есть, если в первом, условно говоря, Госдума принимает в первом чтении какой-то закон, а в нем есть противоречия, то противоречия решаются на втором чтении. Это как бы нормальный правовой процесс. Вот народ говорит, вот принимаем в первом чтении, а дальше, грубо говоря, во втором чтении, на втором плебисците, либо на втором, ну, либо конституционной реформой, не буду зауживать рамки сразу, да, именно плебисцитом, уже будут сниматься противоречия в пользу чего? В пользу появившегося отечества. То есть, появилось отечество, его не было. И теперь появился государственно образующий народ, его не было. И теперь юристы скажут, народ же за это проголосовал. Вот же явка, там, сколько-то, 70-80-90%, как же, вот это, формулировки народа, а тут вот противоречия. Что, как вы думаете, в этом противоречии будет убрано? Преамбулы, которые вы сейчас... Нет, давайте дадим народу выбор, что они выбирают. Конечно. Привлекается внимание, о чем народ забыл, что его там и не было отечества. То есть, понятие отечества очень важно. Преамбулы есть слово отечество, вот единственное, да, один раз, да. Но оно проходит в преамбуле в таком, в слабеньком ключе. Где у меня это все? Где моя конституция? Благословленный народ, что-то такое там, да. Ну, вообще в сторону, да, то, что называется. Так, хорошо. Ну, еще также вот появляется направленная теперь Российская Федерация, поправка 2, тоже к 67-й статье, обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Да. Что у вас тут? Точка. Значит, действия направлены на отчуждение части Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются. Ну, тоже, в общем-то... Ну, закрепляет позицию, где написано слово, значит, «наша». Ну, вот это, где территория. Да. Своя, своя. Да, своя. Вот слово «своя», которое тоже появилось, как новое правило, термин. Да, «своя территория». Своя территория. Еще раз, это подвижное слово. И, грубо говоря, здесь срабатывает механизм этого самого рыболовного крючка. Знаете же механизм рыболовного крючка? Крючок, а на нем маленький крючочек. Рыбка его «хвать», отпустить нельзя. А продвинуться еще сильнее, маленький крючочек проходит в рыбку. И рыбка вылавливается. Вот это система рыболовного крючка. То есть слово «своя» появилось. Это слово «подвижное». Назад нельзя, а вперед можно. Ну, вы же не собираетесь ничего отдавать? Мы нет. Нет, все. Значит, Калининград отдавать не собираетесь. Нам еще «залязку» спросили. Противосепаратистский это тоже. Противосепаратистский. Ну, противосепаратистский. То есть он как бы делает стоп отступлению. И оставляет свободу наступлению. Именно поэтому формулировки границ не носят характер географической привязки. Как могли бы быть. И как это есть в Конституции, в основной части. А носят характер привязки подвижного характера. То есть по мере реализации принципа восстановления Отечества, его территориальной целостности, срабатывает механизм. Да, вот в 13-м году Крым не наш, не своя, а в 14-м своя. В Донецк, Луганск не своя, а потом своя. В Одессе не своя, а потом выяснили обстоятельства, что значит это все незаконно, теперь уже своя. И все, ничего не надо менять в Конституции. Народ настроен, все, система начала работать. Так что это вполне хорошие поправки, грамотные. Не могли без закладок, вот на мой взгляд, с одной стороны, я знаю, вот есть коллеги, вот у нас сейчас на Сахалине, в частности, НОД действует, и там есть, собственно говоря, представители так называемых коренных малочисленных народов. Вот сейчас мы общаемся, очень активные НОДовцы такие. Но вот статья 69-я тоже. Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с признанными принципами и нормами. Опять, видите, и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации. Никуда без этих вообще признанных принципов. Без них не уйти, да. Ну, хотя бы они локализуются узким фрагментом. И, кроме того, еще, посмотрите, действительно, в Конституции проходит слово отечество, ну, чтобы не было недомолвок. В преамбуле. В преамбуле, да. И вот что тут написано. Читая память предков, передавая нам любого уважения к отечеству, веру в добро и справедливость. То есть, отечество здесь в прошлом состоянии, не в нынешнем. То есть, в Конституции нигде не проходит, что мы живем в Отечестве. То есть, фактически, преамбулы этой Конституции пишут, принятые народом в 93-м году, что когда-то мы жили в Отечестве, у которого у нас было уважение, вера в добро и справедливость. А теперь мы в нем не живем. Ну, что-то, ну, мы это помним. И вот мы чтим, это помним слово чтим. То есть, мы это чтим. Вот когда-то мы были хорошими, добрыми, справедливыми, у нас было Отечество. А потом мы осознали себя частью мирового сообщества, пишет российский народ в преамбуле. И из, значит, у нас появилась Родина, тут появляется вместо слова Отечество, Родина, которая не Отечество, а это малая Родина, по сути своей. И, значит, мы теперь, значит, исходя из, значит, где тут у нас, которую мы хотели убрать-то? Мировое сообщество и... В начале там, по-моему. Соединен так. Мы многонационально, утверждая свободу и праву, сохраняя историческое положение государственного дневнства, принад права народов, справедливости, возрождая... Возрождаем. Да, и мы возрождаем какую-то государство. То есть у нас, вот, слушайте, в Конституции написано, по сути своей, у нас когда-то было Отечество, добро и справедливость, а потом мы возродили какую-то там государственность и отказались от этого Отечества. Это написано в нашей Конституции. А в этом формулировке слова Отечества появляется уже сегодняшнее Отечество. То есть не прошлое, а сегодняшнее. Но это большой шаг вперед. Но еще раз подчеркиваю, это еще, грубо говоря, только начало процесса. Далеко. Да, это просто обозначение наступления. Грубо говоря, мы наступаем там на Берлин. Все понятно. А по дороге до Берлина еще там надо взять десятки городов. Но вообще я вот этой статьей 67 не нарадуюсь, новой редакции. Еще один пункт зачитаю. Последний. У них там 4 пункта появляются. Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации. Государство создает условия, способствующие всестороннему, духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. То есть вообще... Появилась статья о патриотизме. Помните ответ Маши, Путина ответ Маши, что ваше предложение нуждается в конституционном оформлении. Помните, он ответил? Когда Мария ему задала вопрос накануне Нового года на прямом эфире. Мы помним, Игорь Алексеевич. Ну и я для зрителей. И соответственно он ответил, что это нуждается в конституционном оформлении. Вот это начало конституционного оформления. Появилось слово патриотизм, появилось слово воспитание. То есть ладно, сегодняшние люди, они уже на них как бы все оторвало. Уже на них, кроме нодовцев уже... Он про сегодняшних людей хорошо сказал, когда приезжал в СКОВ и чтил десантников. Сказал, что вот люди сейчас не такие, как в Великой Отечественной войне, но нету патриотизма. А хоть дети поживут в хорошем отечестве и в хорошем государстве и будут богато жить. Вот по сути это и об этом. Так. Ну и к нашим баранам. Не могу не сказать. Конечно, так называемые социальные поправки. Все мы ждали. И была информация от 25 февраля о том, что рабочая группа согласовала в поправке конституции дополнительную функцию для Центрального банка, которая будет отвечать за экономическую стабильность и повышение благосостояния граждан. Ну она проголосовала за это. Да, она как бы согласовала, проголосовала, это говорилось на рабочей группе. Это было там во всех средствах массовой информации. Здесь, 75-й статьи, я читаю, но я нигде не вижу вот этого пункта, Евгений Алексеевич. Да, его выкинули по требованию американского посла. Как американского посла? Позвонил в рабочую группу или что? Так, секундочку. Давайте словами Путина. У нас приоритет российской конституции в нашем правом поле или не приоритет? Сейчас нет. Сейчас нет. Да. То есть, на всех сегодняшних поправках сказывается американская вертикаль власти до плебисцита. А плебисцит только дает право начать бороться с этим приоритетом. То есть, начать, получат союзника в виде народа, прямого народовластия для начала решения проблемы. То есть, проблема сейчас не решается. Все эти поправки не решают проблему. Мы же не случайно говорим. Они в значительной мере противоречат друг другу и конституции. То есть, они только, получив плебисцит, то есть, народный мандат, можно начать разрешать эти противоречия в сторону отечества, народа и суверенитета. А сейчас это все. То есть, сами эти поправки эту проблему не решают. То есть, у них нет задачи решить эту проблему. И, да, Владимир Владимирович решил, что пришло, ну, как бы, вроде, вначале там, как бы, он решил, что американцы не так сильно на нас, как он сказал, внешне надавили в своей речи. А потом, видно, пока прошло какое-то время, пару недель после принятия рабочей группы по Центральному банку, все-таки поняли, что надавили. И пришлось откатить назад. А вы знаете, Евгений Алексеевич, а я думаю, что Владимир Владимирович сделал это сознательно. Для чего? Для того, чтобы он понимал, что эту поправку протащить не удастся, так условно говоря, другие зато прикрыть этой поправкой? фону и возможно. Это называется политика Кресса. Знаете, Кресс такой был персидский главнокомандующий, средний, даже в ранние века, который известен тем, что когда он потерпел поражение в одной из битв и он начал отступать, возникла ситуация, когда враги, ну, как бы, практически его схватили в плен и практически, ну, как бы, он понимал, что если он останется в живых, то он новую армию соберет. И он открыл казну, которая была с ним, и выбросил золото на дорогу. И враги, вместо того, чтобы его убивать и догонять, бросились это золото с дороги поднимать. В результате возникло смятение, и он сумел отступить, потом перегруппировать силы, создать новую армию. Здесь то же самое. Да, почему нет? Враг очень силен. И вместо того, чтобы нагрузить Центробанк, появляется вот такая формулировка в статье 75-й. там есть вот эти социальные, но я ее зачитаю. В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан. А вот дальше какая-то вообще вода идет. При этом действуют статьи Конституции о независимости Центральной Банка и независимости политики. То есть Центральный Банк эту формулировку рассматривает таким образом, что это типа дело не его, а правительство, а он захочет это будет учитывать. Не захочет, не будет учитывать. Да, да. Это понятно. Ну отступили, откровенно отступили. Будем дожимать. А что, как вы думаете? Ну, потом следующий момент. Я объясняю, почему будем дожимать. Вот есть простая история. Не решив проблему элит, нельзя будет решить проблему, конституционной реформе и плебедствите. А решить проблему элит без изменения политики Центрального Банка на национальную, без национализации это невозможно. Поэтому моя поправка здесь была более жесткая. Я предложил обнулить процентную ставку, поскольку нулевая процентная ставка это изначально право нации на свою валюту. То есть это политические права. Они экономические, но они и политические. Но, грубо говоря, мы все-таки нация, народ, еще и государствообразующие. Мы должны иметь право на валюту свою. Должны. Вот это моя поправка. Сразу я предложил, мы всегда на опережении же работаем. Сразу предложил, обнуляйте процентную ставку и запускайте политику прямой обслуживания Центрального Банка российских интересов. За нее не проголосовали, ну не проголосуют, но мы ее заложили. А почему это политическая в том числе поправка? Вроде эффект экономический? Нет, эффект политико-экономический. Политико. То есть вы, это, это право нации. То есть право нации, вот, как совокупности живущих людей на свою валюту. То есть мы сейчас не имеем этого права. Наша валюта осуществляет эмиссию через биржу путем обмена доллара в обмен на перечисленную американцам дань. То есть мы им перечисляем дань на часть дань, которую они разрешают возить в страну свои доллары, которые они пустые печатают. И это есть эмиссия российского рубля. То есть рубль это просто производная доллара. Обнуление процентной ставки дает право на национальную эмиссию. То есть дает право на то, чтобы мы печатали свои рубли, которые будут вытеснять доллары из нашей экономической системы. Это, во-первых, приведет к резкому росту. Во-первых, это вопрос суверенитета. Во-вторых, это вопрос доступа к деньгам. Надо ли в Конституции прописывать право людей на доступ к воздуху? Наверное, где-то и надо, где совсем плохо с экологией. Вот это то же самое. Право на свою валюту. Поэтому это политические права народа, государства и бизнеса. Понимаете, политические права. И эти права были всегда в России зафиксированы на конституционном уровне. Кстати, первый указ российского императора это дала еще Елизавета о том, что кредиты причем не первичные тогда все-таки золотой был рубль, а конечные должны быть выше 60%. То есть российская власть прекрасно понимала этот потолок. Власть без денег не бывает. Нация тоже. Нет, нация без денег бывает, но это колониальная нация. То есть нация, которая пользуется чужими деньгами. Вот мы пользуемся чужими деньгами. Поэтому вопрос нулевой ставки это вопрос права нации на деньги. Прямой вопрос суверенитета. Без него суверенитет невозможно. Конечно, 100%. Поэтому я эту поправку предложил. Она была обозначена. Она более радикальна, чем ту, что написали наши коллеги. Рабочая группа. И рабочая группа, и наши коллеги, когда собирали подписи. То есть она более радикальная. Ну по-любому нам же нужен наш центральный... Какие подписи? Ну у нас написано центральный банк должен находиться под управлением исполнительной власти. Как часть света и исполнительного государства. Да, наши нодовцы подписи такие собрали. Ну не 2 миллиона, а поменьше. Там имеется ввиду, это самая радикальная. Самая радикальная была. Самая радикальная нулевая ставка. Так там потом бы и нулевую ставку, если ты берешь под контроль центральный банк. Вы правы. Мы берем под контроль центральный банк, чтобы поставить нулевую ставку. Понимаете? Я сразу так и написал. Ну чтобы это... А, вы так и написали? Нюансы не... Без двухходовки делать. Сразу бах и все. И я понимаю, что это будет принято на втором, ну максимум на третьем этапе. Да, я думаю, уже в ближайшие пару лет. Потому что без этого нельзя решить проблему национализации элиты. Понимаете? То есть технология не работает. Собственности... То, что вы сказали, революция без них не закончится. Конечно, не закончится. Поэтому, поскольку мы эти процессы знаем, в чем логика нодовца? Вот я попросил даже сейчас взять и написать таблицу. Когда смотришь системно на нашу борьбу. Я имею в виду борьбу в области нормотворчества. Ну, не только пикеты. То лучше понимаете, все, что в России происходит последние восемь лет, происходит по дороге, которую определил НОТ. Причем мы с каждым годом ускоряемся в движении этой дороги. То есть те тезисы, которые мы выдвигали, мы выдвигали в момент, восемь лет назад выдвигался тезис госсовета, как органа, который отвечает за стратегию. Госсовет появился. Восемь лет назад мы выдвигали. Иностранные агенты. Кто поднял вопрос об иностранных агентах? Помните мою речь с Навальным? Мы подняли вопрос об иностранных агентах. Пикетчики тысячи пикетов, иностранные агенты развернуты десятком законодательных актов. Но это промежуточные вещи. Национализация чиновников и элит. До сих пор в Думе висит мой закон, подвешенный, потому что вокруг него была борьба, который потом был поддержан президентом, о том, что чиновники и депутаты не имеют права иметь имущество за рубежом, не имеют права иметь за рубежом счета и бизнес. Счета и бизнес решено с помощью Путина и его дополнительного закона. А закон-то мой висит, а он был первый. по имуществу сейчас тоже это появилось. нету. Уже и выкинули. Да, хранить, вот об этом хотел сказать, только хранить запрещается открывать и иметь счета вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках расположенных за пределами российских стран. Выбили. Американцы выбили, понятно. Имущество осталось. То есть, как это? Это отбили элиты, фактически. Это отбили внешнее давление. Вот же вам Путин же в речи прямо сказал, что наши противники в реформе будут, вот он говорит, олигархические кланы и внешнее давление. И они будут использовать метод социальное давление на социальные права граждан. Короче, обнущение граждан, обнищение граждан. Соответственно, для того, чтобы защитить граждан от попыток внешнего давления Путину пришлось пойти навстречу олигархам и внешним силам американцам и некоторые вопросы пока временно снять по Центральному банку, по имуществу и так далее. Но мы-то это знаем, что это будет. Вот так вот, я закончу. Мы носили от имени НОДА где-то несколько десятков законов. Из них 90% реализуются только в разных формах. То есть, грубо говоря, мы четко знаем, что будет. Потому что у нас есть теория. То есть, мы понимаем процесс движения. НОДА это объективный процесс. Это не процесс Путина, Сидорова, Петрова, Татьяны, Дениса. Это объективный процесс, который заполняется лучшими людьми страны, но процесс сам по себе объективный. Евгений Алексеевич, и вот те элиты, которым два года, три года назад, пять лет назад, вы говорили о том, что сегодня случилось. И им бы правильно слушать вас, что вы говорите сегодня, чтобы предусмотреть свое будущее в этой логике. Сегодня элиты немножко как разминаются, растеряно стоят и не верят в перемены, можно сказать. Пока не верят. Их, собственно говоря, чем жестче будут складываться события, тем быстрее они будут призветь. Они рассчитывают на то, что с ними, наверное, договорятся в очередной раз и что-то им опять уступят. Пока с ними договариваются, как мы видим. Пытаются, да, пока еще раз разговариваются. Пока с ними договариваются. Еще раз, понятно, что будешь договариваться. Они торгуются. Ну, понятно, что будешь торговать. Ну, грубо говоря, представьте себе, что с ними приходится торговаться, потому что нету меча. Вот вы пришли на разборку, против вас бандиты с автоматами, а у вас ничего нет. Вы такой интеллигенчишка в шляпке. Естественно, вы будете разговаривать. Но вы знаете, что сзади подъезжает спецназ. И вы будете зубы заговаривать, пока он не подъедет. Правильно? Да. Вот этот процесс идет. С ними разговаривают, пока в руках у Путина не появится спецназ в виде плебисциты народного решения, которое даст мандат Путину на верховенство Конституции в российском правом поле. Вот. Понимаете? Поэтому это логично и понятно. Что с голой пяткой против танка переть? Вот будет танк, тогда попрем. А танк это народное решение. И это касается всего. И что касается элит, Татьяна подняла вопрос. Эта партия суверенитета должна появиться. Не в смысле политическая партия, а в смысле большая сотни тысяч людей группы, выгодные пообретатели от суверенитета и процесса восстановления суверенитета в стране. И эта партия должна перехватить следующий этап революции, следующий этап конституционной реформы. Первый этап Путин запускает административным ресурсом. То есть фактически он заставляет чиновников, противников суверенитета решать проблему подготовки освобождения. Суверенитета, понимаете? То есть он в темную их использует. Просто берет и в наглую использует в темную. Министров, депутатов. Вот если вот сейчас депутаты, конечно, проголосуют за эти поправки Путина. А потом через пару лет они будут ходить. Вот те депутаты, которые будут вот так, блин, держаться за голову. Зачем я это сделал? Ну понятно, что меня заставляли. Наоборот, они будут ходить и говорить, я голосовал, и теперь мне коврижки. Я же тогда проголосовал. Это только те, я говорю, не через год, а через два. Потому что через год коврижки, а через два кирдык. Ну зачем Евгений Алексеевич заранее все говорит? Ну чтобы, я считаю, что все должны жить по правде. Знать, куда, так сказать, что идет. Опять же, просто объясняю. Коврижки дадут всем, кто не против. А будущее право быть в элитах дадут только тем, кто за. Понимаете разницу? Не против у нас никто, депутаты не против, кроме КПРФ. В целом. Но за из них буквально 10-20 человек. Вот 10-20 человек получат плюсики и право жить, быть депутатами, чиновниками в России, светлой России, суверенной России будущего. А те, которые не против, их не накажут. Но они даже, может быть, на первом этапе получат какие-то промежуточные коврижки. А на втором этапе, естественно, они как бы не эти самые, не большевики-ленинцы. А кто сегодня смело встанет на сторону НОДА, потеряет сейчас работу, а потом ее получит? Ну, я не уверен, что сейчас уже потеряет работу. Потому что осталось, американцам верховодить осталось несколько месяцев. Чтобы потерять работу, нужно все-таки для этого определенное... Ну да, они будут рисковать. То есть, если вопрос национально-свободительной революции затянется, они потеряют работу. Если не затянется, то нет. То есть, грубо говоря, на них будут косо смотреть, на них будут ругать. Это их выбор. Это их выбор. Но в целом мы должны понимать для себя, что процесс получит необратимость... Да, процесс получит необратимость только... А это сегодня придут, что ли? Да. Так я уже подписал. Берите. Конечно. То есть, процесс в целом получит необратимость только, когда появятся заинтересанты в этом процессе. Пока сознательно политика Владимира Владимировича, как лидера НОДА, не опираться на выгодоприобретателя процесса. По одной простой причине. Потому что... Они перевертыши. Не в этом дело. Ну, все в политике, в элитах перевертыши, в конце концов. По большому счету. Тут у нас идейных-то мало. И было всегда мало идейных. Просто опираться на них сейчас нельзя. Потому что если появляется сейчас партия суверенитет, вот немедленно, до плебисцита, то это очень испугает те самые олигархические кланы, которые по-прежнему верховодят. Вот давайте говорить честно о российской власти. Вот кто в России власть? Это кажется, что там кто издает приказы, директивы, правительство, например, или указы президента. Их власти нет. Они за пределами. Нет. Это кажется, что они выглядят как власть. На самом деле власть за пределами, но опирается на российскую систему олигархических кланов, институты внешнего управления. И они, и есть власть реальная. Во всех странах, во все временные годы. У кого собственность, у того и власть. Просто эта власть не носит характер, знаете, такой прямой. То есть понятно, если у тысячи человек собственность, у пяти из них можно ее отнять. Но если вы пытаетесь отнять их у всех, то вы получите удар, да, и вы не сможете решить эту проблему. Поэтому у них можно отнимать только по частям, опираясь на одних против других. Но реально власть тот, у кого собственность. Российская собственность в Соединенных Штатах Америки. Власть у Соединенных Штатов Америки. И у английского права, то есть у английских чиновников. И они являются реальной и глубинной властью в России. Просто Путин правильно сказал в своей речи, что он, это олигархы, говорил, на самом деле о американцах. Что мы покончили с ситуацией, видишь, как деликатно. Когда некоторые государственные властные функции были узурпированы олигархическими кланами. То есть мы только некоторые функции у них отняли. Медали вешать там, значит, какие-то, принимать решения. И они, олигархи, это в принципе согласны. И от этих функций избавиться. Потому что иначе бы у каждого олигархического клана был бы свой политический аппарат. Который бы решал проблемы. А проблем-то в жизни много. Вы думаете, что у них проблем нет? Рабочие могут бастовать. Какие-то проблемы, связанные с правовым обеспечением их деятельности. Поэтому они остаются реальной властью. Просто эта власть выходит на сцену, когда возникает для них реальная проблема. Вот если они почувствуют реальную проблему, они тут же объединятся. И тут же вы не узнаете эту же Государственную Думу или это правительство. И именно поэтому сейчас их не трогают. Мало того, аппарат внутренней, значит, политика внутренняя той же администрации направлена на одно. Чтобы они не, так сказать, взаимодействовали на взаимодействие с ними. Я понимаю эту логику. Она абсолютно правильная. То есть логика Кресса. Понимаете? Поэтому сейчас надо решить проблему плебицита. А потом должна появиться партия суверенитета, которая будет противостоять партии олигархов. Иностранных. Как в системе. И уже она будет носителем дальнейших этапов конституционной реформы. И этапов национально-освободительной революции. И последнее, что хотелось обсудить. 15 марта в Москве. 12 часов. Объявили митинг. Посвященный... Так это главное. ...воссоединению Крыма. Не митинг, посвященный воссоединению Крыма. Ну так он официально называется. Давайте так, по-честному. Вот по-честному это другое. В 12. В 12. Да, мы собираемся в 12. Так. Ну а кто? Значит, я официальное сообщение. 15 марта будет концерт, посвященный присоединению Крыма к России. Видите, как прячут это все. Концерт называют. Тверская, Маховая, Охотный ряд. Будут известные исполнители и так далее, и тому подобное. Конечно, что речь не о концертах. В прошлом году никакого концерта не было. Не было. Какое, кстати, в прошлом году было? Пятилетие. А сейчас какое? В шести. То есть в пяти почему-то нет, а в шести есть. Да. Чего бы это? Что же это такое? Мы просто должны с вами понимать. Крым, как мы и говорили, это первый безвозвратный шаг к восстановлению Отечества. Потому что Крым позволил нам получить санкции и создать партию, грубо говоря, России против партии иностранного управления. Вот в широком смысле эта партия появилась после Крыма. За счет санкций в том числе. То есть произошло размежевание на врагов и друзей. Вот второй этап размежевания, это уже партия суверенитета. Это следующий этап, о котором я говорю. Ну, теперь мы об этом касаемо. Это очень важный мероприятие. Это митинг. Митинг, направленный на подготовку плебисцита, подготовки народа. Это политическое мероприятие. И на свержение иностранной власти на плебисците условно 22 апреля. Надеюсь, в 15-м уже дата будет известна. Она будет известна, наверное, 10-го числа. Соответственно, вот сегодня объявляется полная мобилизация нодовцев, расположенных рядом с Москвой, не надо издалека ехать, на вот это мероприятие. Потому что мы о нем говорили, мы к нему готовились. И сегодня нам необходимо в нем участвовать, обеспечив смысл этого митинга в сторону процесса национально-освободительного движения. Напоминаю, всю историю с плебисцитом затеял нод. Это говорит Путин. Напоминаю, что он сказал, что политические объединения ставят вопрос о принятии новой конституции и суверенитете, да еще и всенародном голосовании. Это единственная политическая организация нод. Два миллиона подписей. Соответственно, это наш митинг, в котором мы должны дать промежуточные смыслы к движению к плебисциту и суверенитету. Мы видим, что избирательная кампания, вернее агитация за плебисцит явно отсутствует. То есть Путин уже почти два месяца назад сказал, ерунда, ничего не происходит. Мы надеемся и исходим из того, что 15 числа марта произойдет перелом в осознании необходимости борьбы за плебисцит, за разъяснение позиций граждан и за суверенитет. Поэтому объявляется мобилизация участников национального осознания движения Москва, Московская область, близлежащие регионы на митинг 15 марта. Естественно, с нодовской, ну самое главное, с атрибутикой суверенитета. За суверенитет, за плебисцит, за конституционную реформу, за приоритет Конституции России в правом поле, за свободу и независимость отечества. Наша задача, понятно, что там придет немало людей, наша задача организовать всю эту сотню тысяч людей, которые придут на Тверскую в качестве массового народного движения, которое выходит на плебисцит и на освобождение отечества. Поэтому мы такие вещи делали раньше, сейчас надо использовать наш опыт и всем участвовать в этом чрезвычайно важном мероприятии. Значит, мы сейчас у нас, поскольку мы продвинулись по отношению к предыдущим, мы собирали где-то по 15-20 тысяч человек, нодовцы, на такого рода мероприятиях, но сейчас оно особо важное, то мы будем задействовать и так называемую базу, раньше мы базу не задействовали, то есть мы приглашали людей только через ролики, через обращения. Сейчас и ролики, и обращения, и будем одновременно рассылать по телефонам смски, так что не обусульте. Поговорите со своими друзьями, с резервным активом национально-освоительного движения, надо обязательно участвовать. 12 часов, Лубянка, метро Лубянка. Ну мы, наверное, пораньше соберемся, но вот пораньше, я думаю, мы соберемся в 11 часов, а то и в 10. Ну в 11 еще, да, чтобы не морозить. Специально мы предложили это место, потому что рядом штаб национально-освоительное движение. Я думаю, около штаба и надо собираться, а в 11 часов. Ну столько народа, там штаба не выдержит. Ну потихоньку, кто не выдержит, тот будет вливаться внутрь. Ну да, 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 то есть нам, соответственно, будет технология, то есть опять у нас будут боевые отряды, Не рассказывайте все наши планы. Хорошо, не буду. Давайте. А можно на поселедах наши соратники провели аналитику по средствам массовой информации федеральным каналам. Но здесь не все данные, все данные будут опубликованы в нашей газете и на сайте N-курс. В телеграм-канале национальный курс. Вот характерное, 3 марта, вторник, на прошлой неделе. Анализ ТВ «Россия-1» Нина Николаевна готовила. 9 утра, вести, длительность 24 минуты 42 секунды. Коронавирус 15 минут, поправки в Конституцию 0, о Путине 0. 11, вести, длительность 45 минут 18 секунд. Коронавирус 10 минут 26 секунд, поправки в Конституцию 0, о Путине сериал «Вопросы» 2 минуты. 17, вести, длительность 20 минут 16 секунд. Коронавирус 5 минут, поправки в Конституцию 1 минута, о Путине сериал «Плюс» другое 3 минуты. 20 вечера, вести, 31,5 длительность 1 час 24 секунды. Это из общего новостного 30%. Коронавирус 17 минут 0,2 секунды. И, соответственно, поправки в Конституцию вечером 6 минут, о Путине 3. То есть, в общем число 9 минут. Надо переломить массовым митингом в том числе. Итого, в новостных программах вести за 3 марта, коронавирус 47 минут 32 секунды, 31% времени всех новостей. Поправки в Конституцию 7 минут, 4,6% от времени всех новостей. О Путине 9 минут, 5,3% от времени всех новостей. Ну дайте эти данные, мы направим... Дополнительно, программа 60 минут в 12.50 о коронавирусе 60 минут полностью. В 17.25 о коронавирусе, соответственно, 58 минут. Программа «Вечер с Владимиром Соловьевым» в 23.15 о коронавирусе 0. И поправка в Конституцию 1 час. Общий смысл понятен. Коронавирус лидирует сегодня. Евгений Алексеевич. Коронавирус против отечества. Вы знаете, просто надо понимать, что если бы не было коронавируса, придумали бы что-то другое. Эту самую «Гретту». Гретту бы, да, там выборы в США и так далее. Там на Украине Зеленский что сказал. Ну коронавирус касается каждого. Удобно, удобно перехватывать. Перехватывать, это же нервяк запустить. Особенно, если раскрутить это под выборы. А вы видите, что сейчас пишут? Это потом оставьте. Удобно пишут сейчас все телеграм-каналы и различные соцсети, что какой митинг, они пишут. Коронавирус. Как они сменят массовое мероприятие запускать? На улице. На улице, да. Ведь коронавирус походит по Москве уже там. Мы не очень верим, потому что мало людей в масках. Может быть, потому что, конечно, масок нет в аптеках. А может потому что, как я написал, что русскому хорошо, то китайцу смерть. Да. Так что это полезно. Спасибо, Евгений Алексеевич. Спасибо, Татьяна Николаевна. Я предварительно приглашаю 15-го числа на Лубянку, на Тверскую участвовать в митинге национально... 15-го марта. 15-го марта. 15-го марта. В 11 часов. В 11-го на Лубянку. Нет, в честь 22-го апреля, на самом деле. 15-ое марта в честь 22-го апреля. Всех запустим. Мы-то должны понимать, что это в честь общероссийского голосования по лебеститу запущенного Путина. А чтобы не запутаться, дорогие друзья, вам надо всего лишь подписаться на телеграм-канал «Национальный курс». И там мы с вами... Просите разрешения у людей, чтобы мы отправили информацию по базе рассылки смс-ки. Я думаю, они будут только за. Ну, все-таки давайте спросим. У нас есть это. Да. Мария, спросим. Мы должны получить согласие. Да. Просим. Получим согласие. Спасибо. Ура. Спасибо. До встречи.